Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Итак, еще раз представлю двух гостей. Ректор Латвийского университета Индриги Смужникса, исполняющий обязанности ректора Института транспорта и связи Юрия Сканнелс с нами в этой студии ведут программу Михаил Губин и звукорежиссер Евгений Копеин. И напоминаем сразу телефоны прямого эфира, чтобы вы звонили 672-12-939 и 672-13-939. Мы поговорим сегодня о бюджетных местах в ВУЗах, что с ними происходит и их необходимости. Недавно студенты 31 октября вышли на протест с целью, чтобы в стране все-таки сохранилась система датируемого государством высшего образования. То есть, первое время студенты вышли на протест к зданию сейма, а 25-го на протест к зданию правительства. Все с этими же требованиями против сокращения бюджетных мест. Ну и в результате они все-таки добились своего. Бюджетные места в ВУЗах пока сокращены не будут. Во всяком случае, так решили члены кабинета министров. Итак, у нас представители двух ВУЗов. В одном ВУЗе есть бюджетные места, в другом ВУЗе нет бюджетных мест. Правильно ли мы понимаем это? Господин Муижникс, вот в вашем ВУЗе, Латвийском университете, можно сказать, главном ВУЗе Латвии, в сколько бюджетных мест? Около 4800. Ну, в прошлом году уже сократили официально. После прошлого года уже сократились, да? Да, до того было где-то 5400, но теперь, значит, на 15%. Это тенденция, она каждый год сокращается или нет? Да нет, это не тенденция, я не считаю правильной этой тенденцией. Может быть, неправильная система распределения бюджетных мест, но если смотреть на конкурентоспособность страны и то, что происходит рядом с нами. О системе распределения мы поговорим. Я имею в виду, что сокращение количества бюджетных мест в Латвийском университете, оно происходит каждый год или это в прошлом году? Это было под первый раз за, можно сказать, где-то, нет, ну, 10 больше, чем... Да. И чем тогда это объяснили? Это объяснили тем, что, значит, после или во время кризиса в 2008-2009 году применили такой эфемический прием, как снижение коэффициента на одно базисное бюджетное место. То есть, если коэффициент был один, ну, то есть, расчет по формуле, которая определена правилом Кабинета Министра, велся по какой-то формуле, то к этой формуле применили коэффициент 0,85. А вы можете как-то нам по-русски... Ну, 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 это, 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 да, не просто. В принципе, откуда берется бюджетное финансирование? Это не берется, ну, так вот, мы тут решили, и вам миллиончик, вам два. Нет, тут есть государство, как будто заказывает в УЗУ столько обучений по стольким-то бюджетным местам. И стоимость, что будет государство давать, это вычисляется формулой, которую определил Кабинет Министра. То есть, это такой госзаказ, да? Да, госзаказ, ну, к сожалению, на этот госзаказ не имеется тендера, тут по традиции, как он распределяется. Но, ну, вот, формально считалось, что после этих всех кризисных уже сокращений формально считалось, что одно самое дешевое бюджетное место, потому что места тоже по разной цене, это 1330 евро, да? А давалось ВУЗМ только 1100 евриков. И потом, ну, решили, ну, что же мы так себя глаза, так сказать, замаливаем, что у нас там бюджетных мест больше, а платим мы меньше. Давайте будем, вот сколько и у нас есть, вот столько и будем, значит, этих бюджетных мест вычислять. Это честь такая аритмофическая процедура. Деньги ВУЗам остались те же, но только сказали, ну, к сожалению, вот бюджетных мест у вас меньше. Если хотите, можете на свой счёт риск, и брать, и многие ВУЗы, в том числе и наши, так и делают. Так что, в принципе, если считать места по студентам, которые сами не платят за своё образование, университет не сократился, она даже прибавилась. Прибавилась, потому что университет за счёт тех вложений, что были за прошлые годы, да, сказал, ну, мы вот берём, особенно по естественным научным специальностям, ещё студентов добавят к тому, что даёт нам государство. Но, в принципе, я говорю, что тенденция, сперва платить так мало за бюджетные места, и в вторую очередь сокращать, это неверно. — Господин Каннелс, в Вашем институте транспорта и связи бюджетных мест нет, как мы поняли, да? — Совершенно. — И никогда не было? — Нет. — И никогда не было разговора, что всё-таки может быть частным ВУЗом? Или это вообще, ну, как бы считается, что раз ВУЗ частный, значит, бюджет там никаким образом не участвует? — Ну, видите, с нами не разговаривали, да, но я хотел бы… — Может, Вы разговаривали? — Я тебе могу добавить, что в некоторых частных ВУЗах есть. — Есть. — Ну, мало? — Мало, но есть. — Несколько, да. — Но я бы хотел в этой связи развить мысль, которую только что господин Мужник сказал. Государство заказывает ВУЗ обучение студентов, и второе — нет тендера. Мы бы, наверное, если бы нас спросили, если была бы такая дискуссия, да, я полагаю, что в стране она нужна бы не только там пикетировать, бороться за места или бороться там не сокращать финансирование, увеличить, но в целом дискутировать и, может быть, реорганизировать систему, реорганизовать, извините, что у нас в стране легально, согласно закону, существует несколько десятков частных ВУЗов. Они созданы, потому что в свое время политики, сами правительства решили, что это возможно. Но они работают, я не скажу, в серой зоне, да, но они работают и живут как бы своей жизнью, потому что министерство образования, правительство и сами в первую очередь заботятся о государственных ВУЗах, дают деньги на финансирование, видите, обучение конкретного количества студентов, дают деньги на строительство новых зданий, на их оборудование, дают деньги на другие гранты, так сказать, на увеличение мощности научной и развитие научной компетенции и так далее, и так далее. Частным ВУЗам очень многое из этого вообще недоступно, но мы, тем не менее, работаем, живем и стараемся показать хорошие результаты в своей работе, поэтому мы бы были за систему конкурса, тендера, когда вот этот государственный заказ не просто по инерции и, так сказать, в соответствии с традицией уже существующей до того распределялся, но был бы предоставлен вот по определенным специальностям для конкуренции и конкурса и государственных, и частных ВУЗов, которые тогда могли бы побороться, кто лучше и качественнее может студентов за эти деньги подготовить. Мы, кстати, за это тоже. Вы согласны, да? Я очень согласен. Вы не боитесь, что у вас сейчас ВУЗы отъедят кусочек бюджетного пирога? Я в любом случае из-за такой честной конкуренции, и мы всегда... А что это даст, честная конкуренция? Ну, это даст, в принципе, то, что ВУЗы будут вынуждены действительно серьезно. Они и думают, конечно, без этого нельзя, но это придаст более такой, ну, оживленный вид этой сцене, которая как будто бы застыла уже на уровне этих начала 90-х годов, потому что количество бюджетных мест по государственным ВУЗам фактически не менялась с тех пор, как Советский Союз пошел на них. Ну, 25 лет. Да, 25 лет. В принципе, уровень из того, что тогда было, он и сохранился. Ну, наверное, это все-таки не главная цель, чтобы расшевелить вот эту систему. Наверное, главная цель была бы улучшить все-таки там качество образования, да? А это и разговор, да? Это улучшит качество образования, это конкуренция. Каким образом, господин Каналас? Ну, именно путем конкуренции, да, потому что если вы живете, работаете и знаете, что вам не обязательно что-то совершенствовать, улучшать, потому что в этом году вы получили тысячи, так сказать, гарантированных государством, оплаченных государством мест, и в следующем году вы их получите, и через год вы их получите. Ну, какой у вас стимул развиваться? То есть, у вас нет сейчас стимула развиваться, господин Каналас? Нет, стимула развиваться, знаете, всегда есть и внутренний стимул, а это внешний стимул мог бы способствовать этому развитию, а также, ну, дать возможность студентам выбрать то, что им действительно лучше всего подходит и нравится. То есть, выбор будет шире для студентов. Я думаю, что да. Ну, вот этот все-таки я хочу уточнить, вот каким образом улучшится, благодаря вот такой конкуренции, ну, скажем, усилится стимул и улучшится вот в том числе в Латвийском университете качество образования, что преподаватели поменяются, там какая-то, не знаю, там литература другая, или там какие-то пособия, или что, техника там завезется, или что? Ну, я думаю, что в первую очередь... Лекторы начнут по-другому лекции читать, ну, не знаю, ну что. Это, конечно, если лектор понимает, что от количества, не, не, от количества, от качества его лекции зависит, ну, в следующем году или в следующие пять лет его вообще-то присутствие, это не гарантировано, ну, законом уже на всю жизнь, конечно, подстягивает немножко. Ну, у нас сейчас есть преподаватели, которые, в принципе, спокойно, так сказать, почивают на лаврах в этом плане, то есть им бы не помешало немножко, так сказать, побеспокоиться своей дальнейшей судьбе. В любом случае это всегда очень полезно, что давайте преподаватели... Я тоже так считаю, я с вами абсолютно согласна. Вот мне хочется узнать, какая сейчас ситуация с вашей личностью. Ситуация, ну, конечно, у нас есть и опытные преподатели, и молодые, в принципе, у нас занимается преподаванием где-то 900 человек, и 40 в этом году новых из них прибыл. Кстати, вот именно за счет финансирования, который получен уже на основах конкуренции, правда, только конкуренции между государственными вузами, но ничего не имею против, что мы будем конкурировать и с частным вузом. Это может быть и с ценой частных вузов, которые где-то около 18 у нас частных вузов поможет немножко, так сказать. Вы сказали, что вы ничего против не имеете. Вот вы сами как-то выходили с предложениями о том, чтобы, допустим, частным вузам как-то тоже дать возможность участвовать в распределении бюджетных мест? Да, это было уже... Лоббировали, скажем так, интересы коллег? Приходилось? По-моему, два раза уже в 2004 и 2011 году, когда были, ну, мы старались ввести некоторые изменения в законе о высших вузах, законе о вузах, так считается, который буквально ставил на одном уровне частные и эти государственные вузы, в принципе, по борьбе за эти бюджетные места. И я думаю, что это, конечно, еще вопрос, как это организовать, но, по-моему, тут даже ничего особенного нового не надо придумать. Надо просто взять систему, которая была внедрена у наших литовских коллег уже тоже где-то 10 лет назад, что этот тендер осуществляется, не какая-то, как обычно, опять закупка, потом оспаривание закупок. Итак, все-таки мы закончили на тендерах, но чуть позже мы вернемся к этому вопросу, поскольку нам сегодня нужно чуть пораньше отпустить господина Мышнякса. Мне бы хотелось у него все-таки спросить еще. Бюджетных мест сейчас в вузах, как писали, больше, чем студентов. Получается так, что у нас на факультеты математики, естественных знаний, инженерных наук приходится где-то более 40% бюджетных мест. Но я оперирую тем данными, которые у меня есть, может быть, вы меня поправите. И получается так, что ощущался недобор даже на бюджетные места по каким-то программам, в том числе в Латвийском университете и в РТУ мы знаем тоже, там есть очень бюджетных много мест на такие программы, как телекоммуникации, там IT и так далее, и так далее. Вот, они даже все не заполняются с первого раза. Тогда о чем мы все-таки говорим? Не о нехватке же точно, да, бюджетных мест, наверное, все-таки о том, что нужно какое-то перераспределение в этой сфере? Ну, вот это... Мы все делали упор на какие-то вот такие науки. Ну, если смотреть, ну, это все системы, ведь все такие образования, надо рассматриваться вместе взяты. И то, что на эти бюджетные места, которые государство и, конечно, предприниматели от нас требуют, то есть именно по естественно научным специальностям, по инженерным специальностям нет людей, которые квалифицируются. на прием, это, конечно, плачетно. То есть нет спроса, да, получается? Нет, спрос-то есть, спрос на выходе. Спрос на выходе? Нет подпитки на входе. Нет выпускников средних школ, которые готовы тут химию, математику, все, так сказать, по-серьезному продолжать учиться. Получается, что благодаря большому количеству бюджетных мест туда поступает очень много случайных людей, которые, ну, как бы идут, потому что бюджет, потому что могут пройти и так далее. Ну, это... Они там долго не задерживаются, кстати. Это, кстати, ну вот это, ну, плачевная, может быть, теневая сторона массового высшего образования. Потому что, когда мы с коллегой поступали, там был конкурс где-то 4-5 людей на 1. Но у меня меньше. Да, но теперь результат того, что, ну, многих этих факторов больше нет, то действительно, может быть, где-то 20% поступает случайно. И поэтому, с другой стороны, то, что есть возможности для государственных вузов, а нет для частных, мы набираем как будто больше там, где есть вообще. Ну, университет, кстати, в этом году набрал где-то на 20% больше именно по естественным специальностям. Потому что по социальным наукам упал интерес, а по естественным, ну, по разным причинам он все так поднялся. Вы как имеете в виду, естественно, физику разве? Ну, физику, химию, биологию, географию, геологию, науки. То есть повысились интересы к этим? Да, повысились именно. И, кстати, физики тоже очень действительно. В математике всё-всё, там действительно немножко хуже, но вот по физике действительно можно сказать, что самое такое существенное подъем. Когда можно будет говорить об отчеве, о том, сколько сейчас? Ну, отчев мы стараемся, конечно, всем помочь, кто только может. Мы первый раз ввели такую систему, которая давно забыта была, кураторов, чтобы, значит, не отпускать. Как вы считаете, переходный период. Ну, да, ну, что надо же помочь. Ну, это будет видно где-то в январе после первой сессии, там видно. Ну, отцеф, конечно, был всегда на первом курсе самый большой, но мы хотели бы это, так сказать, сократить. Ну, помогают эти кураторы? Ну, первые два месяца, по крайней мере, студенты знают, и они чувствуют более уверенно, что, может, знают, у кого спросить их, кто, значит, будет их иметь в виду, если они там не сделают конкурс. Ну, вот мы все время говорили о том, что вот, значит, мы тут перенасытили рынок социальными там науками, выпускниками, да, социологами, психологами, а они как раз и устраиваются все на работу, то есть, может, туда добавить как раз, то есть, они не идут, конечно, все психологи или социологи. Вопрос, где они устраиваются, по специальности или просто. Но у них очень гибкий, такой широкий спектр, куда они могут пойти. Ну, это, кстати, верно, что хорошее, но надо делать ударение на хорошее. Хорошее. Хорошее образование по гуманитарным специальностям, самое флексибельное. Гибкое. Да, гибкое, всюду может человек найти работу, если хочет, если он, конечно, не застывший на своем, то, что освоил. Это, кстати, и по всем другим специальностям тоже, но как нельзя в этом, на этом этапе выучиться один раз на всю жизнь. Это точно не так. Давайте мы успеем принять звонок от радиослушателя, надевайте наушники, и тогда отпустим господина Можникса и продолжим с господином Каннелсом. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Такой вопрос будет, а почему нет бюджетных мест на вечерних и заочных отделениях? Спасибо. Спасибо. Кстати. Ну, это государство, политика государства считает, что люди, которые на вечерних и заочных, они уже учатся. То есть работают, работают, и, значит, там... У нас и студенты все почти работают сейчас. Ну, да, и, кстати, я тоже считаю, что можно и должно было быть под тем... Ну, действительно, вот тут вопрос, что государство хочет иметь от высшего образования, если она хочет иметь специальность, которая осваивается вечерним и заочным образом, но они необходимы, ну, почему бы не делать заказы на таких... Это, знаете, это, знаете, это видение, которое их тоже с начала 90-х так и вели, и сохранило. То есть мы еще где-то немножко застыли, да, в каких-то... Да. Тогда спасибо, господи Можняк, спасибо, что пришли. И, Клинканнелс, вот о том, на чем мы остановились в середине часа, о перераспределении бюджетных мест и о тендерах. Вот вы нам говорили, что вы выиграли, да, даже тендер у Рейшевского технического университета несколько... Да, но это как небольшой частный пример, но который очень так ясно характеризует, как может быть организована эта система. Да, и что частные вузы вы вполне могут быть полнообразными участниками, да? Да, потому что мы в этом году, летом и в начале осени участвовали в тендере, который организовала Национальная Академия Обороны по обучению группы кадетов по специальности авиационное управление. Система у них такая, что там набираются будущие офицеры на обучение, первый год они учатся все вместе, так сказать, осваивают свои общевоенные там предметы, а потом, начиная со второго курса на пять семестров, они начинают уже обучение по специальности, там моряки отдельно, летчики отдельно и так далее. Ну вот и исторические группы, которые, офицеров, которые будут работать в авиации, они обучались в Рейшевском техническом университете, но в этом году Академия организовала конкурс, но участников там было двое, потому что только два вуза, РТУ, мы можем, так сказать, обеспечить такое обучение. Специфику эту. Да, и мы выиграли, и сейчас вот с первого сентября каждый день нас посещают, так сказать, молодые люди в формах, они учатся в отдельной группе и, так сказать, обучаются нас в авиационном направлении. Но это, наверное, благодаря все-таки бюджету Министерства обороны, да, стало возможным? Да, но это как пример, потому что это государственные деньги, но они не пришли к нам от Министерства образования, через Академию из бюджета Министерства обороны, да, но на конкурсной основе, так сказать, открытым конкурсом. То есть получается так, что вот в принципе у нас как бы в этом году, который уходит уже в 2016-м, бюджет, в приоритетах бюджета была как раз оборона, и вот благодаря этому, возможно, и получилось. Ну, я не связывал бы это с приоритетом обороны, потому что Академия-то живет. Может быть, в связи с приоритетом у них, может быть, набор есть или будет больше, но это, так сказать, не наша забота. На следующий год еще неизвестно, да? Нет, нет, нет. Это ближе уже к лету, наверное, становится известно. Вы выиграли один раз, вот на сколько лет это получается? Ну, это одна группа на пять семестров. Она, да, учится уже на пять семестров. Да. Да, если они будут набирать опять в следующем году, ну, не знаю, наверное, опять будут конкурсы организовать. Ну, а в чем вы видите вот как бы проблему, кроме того, что нужно устраивать конкурсы и так далее, чтобы частные вузы тоже участвовали? Вот, может быть, тоже, как вы видите перераспределение, может быть, этой системы бюджетных мест? Нет, я бы хотел все-таки говорить шире, не только о бюджетных местах, но то, что я уже упомянул вообще статус частных вузов и отношение к ним. Потому что... Ну, что как бы они сейчас выкинуты как за систему, да, образовательную, они сами по себе существуют. Да, да, при этом они обязаны все-таки соблюдать стандарты. Конечно, но требования есть, стандарты есть. Да, специалистов должны готовить, но видите, мы работаем по системе, как раньше говорили, отвечаем рублем, да, потому что если к нам люди приходят и платят деньги за обучение, да, то это ответственность перед обществом, перед государством, ну, чтобы были подготовлены специалисты, но, может быть, даже в первую очередь перед этими людьми, потому что если они будут вынуждены платить, но им не понравится это образование, качество, которое предлагается, они, конечно, уйдут от нас, да, или из какого-то другого частного вуза, и поэтому вуз просто не сможет выжить. Мы в данном случае, я считаю, что хорошо работаем, у нас не сокращается количество студентов, а последние 3-4 года оно постепенно повышается, но, честно скажу, это первая часть за счет иностранных студентов, у нас проводится активная маркетинговая политика, и поэтому у нас теперь уже 18% из общего числа студентов иностранцы, у нас примерно 25 представителей 25 стран, первая четверка это Казахстан, Узбекистан, Россия, Индия, и 4 страны так с большим отрывом. То есть, в принципе, люди едут за европейским дипломом, в том числе, в первую очередь, наверное. Да, 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 но есть, конечно, остальные 82%, а это местные люди, которые, так сказать, выбирают нас, не идут на эти бесплатные места, так сказать, государственные вузы, поступают к нам, готовы платить деньги и получают образование, и потом хорошо трудоустраиваются. А не получается так, что они, допустим, по каким-то причинам, вот, или не могут поступить, потому что там высокие требования, а у вас там, допустим, низкие, или они, может быть, ну, еще по каким-то причинам, вот, не могут попасть в государственный вуз, да, и поэтому идут в частный. А, или там язык, например, не знают, да? Ну, есть языковые, да, потому что это вот одно из редких преимуществ, которые частные вузы имеют по отношению государственных, да, потому что мы имеем право обучать и на русском языке. Государственные вузы только на латышском или на языках стран Евросоюза, да, ну, то есть на английском. Мы учим и на русском языке, поэтому, так сказать, те молодые люди, которые не хотят или не могут учиться на латышском, да, ну, но хотят на русском языке, и они тогда поступают нам или в другие частные вузы, которые предлагают такое. Конкурент, а способен ли такой специалист на выходе? То есть в Латвии он может работать? Да, находит место на рынке труда. Очень хорошо находит. У нас очень высокие показатели трудоустройства. Вы отслеживаете? Да, конечно. У нас по статистике не меньше 97% выпускников трудоустраивается. По специальности именно? Или по-разному там? Нет, ну, по-разному, конечно. Люди свободные. Нет уже системы распределения, как это было при социализме. Но, понимаете, если человек изучал компьютерные науки или электронику, или авиацию, да, но он уже имеет направление не только своего образования, но и направление своего мышления и поведения, и поэтому он, в первую очередь, конечно, будет работать или стараться найти работу по своей специальности уже. Но там мы говорим о наших жителях. А вот зарубежные выпускники, вы как следите, знаете, как они там устраиваются? Ну, за ними меньше следим, конечно. Да, потому что, видите, ну, у нас система вида на жительство, да, и поэтому пока иностранцы учатся у нас, да, в ВУЗе, они имеют право получать временный вид на жительство. Когда они заканчивают, они должны уехать. Ну, а как вот распределяются интересы, скажем, вот если брать ваш ВУЗ, например, мы знаем, что одно время, вот нам господин Мужник сказал, что сейчас появляется интерес к естественным наукам и так далее. У вас как-то вот меняются эти приоритеты в ВУЗе? Я понимаю, что у вас достаточно узкая направленность, но тем не менее. Нет, ну, у нас, видите, во-первых, само направление ВУЗа, да, нацелено на инженерные науки, но у нас не только авиация, если вы, так сказать, думали, это узкое направление. Нет, авиация только одно из нескольких направлений. Но в целом у нас три факультета – это компьютеры и телекоммуникации, это один, второй – транспорт и логистика, третий – экономика и менеджмент, да. И всего у нас 18 учебных программ по этим факультетам и по этим направлениям. Поэтому у нас, так сказать, наша ниша, да, такая техническо-инженерная, но не только, да, не только авиации, во всяком случае. Угу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня исполняющий обязанности ректора Института транспорта и связи Юрис Каннелс. Если есть вопросы к нашему гостю, да, осталось буквально три минуты у нас. Если есть еще вопросы, вы успеете позвонить. Ну вот, а у вас получается конкурировать с РТУ в этом плане? То есть, ну, те же телекоммуникации, насколько мне известно, в РТУ представлены очень большим количеством бюджетных мест. Не знаю, три года назад там было 180, сколько сейчас, я не знаю. Я знаю, что туда просто можно было попасть любому желающему, в принципе. Но мы конкурируем. Мы конкурируем. А у вас сколько, к примеру, телекоммуникаций? Я вам могу сказать, сколько мы набрали в этом году, да. То есть, там поступило по всем направлениям обучения 517 человек, да. И в том числе телекоммуникации сейчас так, ну, нет, не сотни, конечно, да. Но в целом на факультет по компьютерным наукам и телекоммуникациям поступило 199 человек. Но там 6 программ разных, да. Но я хотел бы еще, пока никто за уважаемый слушатель не позвонил, сказать, что мы все-таки стараемся, так сказать, если даже у нас нет государственных бюджетных мест, мы стараемся сами помогать студентам. Да, у нас есть, например, система скидок. И в этом учебном году у нас 26% из общего количества студентов получает ту или иную скидку. А скидки с 5 до 100% могут доходить. И это уже, так сказать, идет за счет средств вуза. И надевайте наушники, да, конечно. Ну, в частных вузах есть различные, да, гибкие системы, которыми могут студенты воспользоваться, особенно успешно. Это известно. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Ну вот, не дождался наш радиослушатель. Да, ну что, тогда мы уже начинаем заканчивать, так можно сказать. Будем прощаться. Сегодня у нас была такая мини-дискуссия, может быть, о высшем образовании, о бюджетных местах высшем образовании, как наши гости, в общем-то, пришли к такому мнению, что необходима вот эта конкуренция, она всем только на пользу. Я, конечно, с этим согласна. Исполняющий обязанности ректора Института транспорта и связи Юрий Сканнелс и ректор Латвийского университета Индрики Смужникс были у нас сегодня этим утром. Спасибо вам и до свидания. Спасибо, хорошего дня всем. Спасибо.